В этом году Димофей поступил в Московский университет культуры и искусств. Будущий хореограф закончил школу в Череповце, поэтому медкомиссию для заселения в московское общежитие прошел в своей поликлинике по прописке. Готовы уже почти все документы, однако требуется еще сдать кровь. Для заселения в общежитие необходимо сделать справку формат форму 086 и еще дополнительно сдать анализы на РВ и ВИЧ. Ну, в общем-то, 086 справку я сделал, к сожалению, платно, не знаю почему. А анализы в городских поликлиниках сказали, что не делают. Для этого нужно либо в частное за какие-то там баснословные деньги идти делать, либо не знаю где. Такие требования для поступления, говорят специалисты, появились совсем недавно. В лечебные учреждения и специализированные клиники стали обращаться все больше студентов. По словам специалистов Центра по профилактике и борьбы со СПИДом, их требовать не должны. Это не что иное, как нарушение прав человека. Обязательно у нас обследуются доноры крови, которые у нас дают от станции переливания крови, люди, которые работают с ВИЧ-инфекцией, лабораторные службы и врачи, люди, поступающие на службу в армии или иностранные граждане для получения вида на жительство. Студентам же справок мы никогда не выдавали, потому что они могут, даже если у них есть ВИЧ-инфекция, то они могут проживать в любом общежитии. ВИЧ не передается ни воздушно-капельным, ни через рукопожатие. Однако в крупных городах для обеспечения безопасности студенты все-таки просят предоставить результаты обследования на наличие ВИЧ-инфекции сифилиса в обязательном порядке. Но, как выяснилось, за анализы не обязательно платить. У нас в городе есть специализированные лечебные учреждения, которые занимаются профилактикой именно этих заболеваний. В частности, это кожный нейрологический диспансер и центр СПИДа, который находится в городской больнице номер один. При обращении граждан, жителей нашего города в эти учреждения, они могут сделать эти анализы бесплатными. Результаты анализов будут готовы в течение 7 дней. К слову, в Череповце такие исследования для проживания в студенческом общежитии пока не требуются, как и в большинстве вузов. Да и в этом нет необходимости. В нашем городе, по данным Центра профилактики СПИДа, нет ни одного случая такого заболевания среди молодежи. Опасные инфекции в основном выявляются у людей старше 30 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова